Всем привет! На связи Пионер. И это небольшая демонстрация системы ручной перезарядки. Кто играл на Iron Front, это полностью все знакомо и понятно. Но на ВТН, например, чтобы подружить технику РХС с ВТН, это надо прям постараться. И это один из вариантов выхода с подобной ситуацией. Есть небольшие минусы, но и плюшек дополнительные также добавляют. Давайте будем рассматривать технику и стационар. Давайте начнем с стационаров. Во-первых, нам нужен сам стационар и БК. БК у нас в ящике. Мы можем положить, например, на землю. Нам нужно сесть в технику, либо в стационар. Это обязательно. То есть любой игрок может туда сесть и назад выйти, потому что без этого скрипт работать не будет. И у техники удаляется полностью стандартная БК. Потом через ACE мы просто наводим и где-нибудь будет вид перезарядки. То есть зарядить боеприпас. Все, перезарядка пошла. Боеприпасы вот эти, они могут лежать как на земле, так и в вашем ящике. Ой, в ящике, в рюкзаке. Так, пока это там это дело перезаряжается с SPG-шкой, то же самое. То есть сели-вышли. У нас здесь три ящика, три разных боеприпаса. Давайте ОГЭшки там парочку положим. То есть, например, один стреляет, второй рядом сидит, его перезаряжает. Перезарядка пошла. Сразу следующий. И тут, если вам, например, снаряд не нужен, вы можете назад его разрядить. То есть там поменять боеприпас. Разряженный боеприпас обычно кладется либо на землю, либо в инвентарь. В данном случае, да, он попал в инвентарь. Теперь, с ценарами понятно, Аптура у нас также уже перезарядился. Стрельнуть. Все как обычно. И можем следующее. Так, теперь давайте насчет техники. Давайте с простого, например. Давайте с БМПХ. Садимся в БМП. Перезаряжает здесь у нас наводчик во всей технике, кроме Абрамса. Нажимаем на себя Эйс. Перезарядить. Перезаряжаем пулемет. Ленты. И заряжаем пушку. Например, фугасные. Все работает. Пушка работает. Если нам нужно поменять срочно на бронебойный, то вам сначала нужно разрядить пушку и потом зарядить бронебойный. Все это дело у нас показывается в инвентаре. То есть, вы можете наблюдать, что у вас еще осталось. То есть, вот фугасы. Лента. И, например, разряжаем. Фугасные бронебойные ленты. Например, тоже из нюансов. Вы там отстреляли пулемет. У вас осталось, допустим, 30 патронов. Вам нужно поменять ленту. Но вы не хотите ее выпускать, как в обычном варианте. И выстрелить из полиции. То вы можете также разрядить эту ленту. И зарядить по новой. И у вас зарядится новая полная лента. А предыдущая лента. Вот она. Которая чуть-чуть потрачена. Она остается так же. Ее потом можно будет использовать. Насчет ПТУРа. То тут, в принципе, все то же самое. Переходим в режим ПТУРа. Нажимаем зарядить ПТУР. И теперь через колесико нужно выбрать зарядить ПТУР. Здесь происходит скриптор ХС. Все он это дело заряжает. Давайте ускорим. Так, он зарядил ПТУР. Вот он стрельнули. Заново то же самое делаете. Заряжаете ПТУР. Нажимаете зарядить. Все как обычно. Так, с БЭХой понятно. Теперь с танчиком. Конкретно 72-ки, советские, вся серия. Здесь принцип то же самое. Перезаряжаем пулемет. И теперь заряжаем какой-нибудь из видов боеприпасов. У нас есть серии. То есть у нас, например, еще коночки нет под ПТУР. То есть у нас, например, ну давайте фугасы, например. Серия фугасов. Перезаряжается серия фугасов. Здесь все то же самое. Там наводимся, например, на дом. Застреляем. И у нас перезарядки не идет. То есть здесь еще работает стандартный РХС. Вам нужно нажать на клавишу R. И... И здесь автомат заряжания РХС не имеет никакого значения. То есть вы можете там, например, серию 20. Здесь на это никак не влияет. Теперь вы выстрелили. Вам нужно фугасы разряжаете, заряжаете. Там бронебойные. В жизни это, конечно, делать нельзя. Так автомат устроен. Но... Что поделать? Такие у нас пока условия. То есть вы перезарядили. Вам надо опять еще раз, наверное, нажать. Заряженный также можно разрядить и зарядить там следующий боеприпас. Ну и вот так же нужно еще раз на клавишу нажать при перезарядке. Так, все, выползаем. Теперь Абрамс. Тоже интересно. В Абрамсе есть один маленький нюанс. Что в нем есть заряжающий. То есть пулемет мы сами себе перезаряжаем. А вот пушку за вас должен конкретно перезаряжать уже заряжающий. То есть у него менюшка. Все то же самое. Например, фугасный снаряд. И пошла перезаряжаться основная пушка. Выстрелили. Кричим заряжай. Он там заряжающий заряжает. Ну или сами прыгайте постоянно по слотам. И перезаряжайте. Потом у турелек. Конкретно, например, у командира есть собственный пулемет. Он перезаряжает его так же самостоятельно. И у загрузчика, по-моему, да, у него есть еще один пулемет. Но при том, когда вы торчите из люка, перезаряжать пушку нельзя. То есть вы можете еще взять собственный пулемет и зарядить его так же. Здесь по технике все то же самое. Там 113 и вообще любая техника будет работать по одному и тому же принципу. Сели, перезарядили, постреляли и так далее. Теперь еще один нюанс, бонус, который может быть. Это в том, что весь... Все быка у нас находится в инвентаре. А это значит то, что мы можем его перетаскивать. То есть, например, у нас есть там БМП ходу, например, подбили. Но у нас есть еще Тигр, который там без БК, но там есть еще может. И в него бы перекинуть пулеметные ленты. Мы это можем сделать. Нам нужно выкинуть, во-первых, наш рюкзак на землю. Выкинуть из тачки там пару лент, допустим. Потом в рюкзак закинуть эти ленты. Надеть на себя. Здесь провести все то же самое. А здесь еще инвентарь остался. Но вот этот ПКМ перезаряжать его не будет. Пока есть. Мы на землю кладем. Выбрасываем. Теперь нам нужно как-то это запихать назад. Есть. Закинули. Идем в машину и перезаряжаем ленты. То есть, видите, вот эти 8 лент осталось. И вот наши ленты пользуются. Все разрядили. И эта работа также унифицирована. Например, можно с 80-го БТР-а версии перекинуть БК в БМП-2. И наоборот. Ленты можно отсюда с пулемета перекинуть туда. Ну, в общем, вы поняли. То есть, такая совместимость. Если подзаморочиться, то можно сделать совместимость, как на Ренфронте, для лент и стационарного, плюс техники, и пехотного. То есть, вы, например, ленту от БКМ можете, например, вот этот пулемет зарядить. Либо там взять ленту от обычного пулемета и зарядить ее в БМП. И наоборот. На этом все. Если что, пишите вопросы. С вами был Пионер. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok